ДИАНА ШАРАПОВА Ну как еще нужно ответить после такого? Причем, когда Диана зашла в студию, она посмотрела на нас, поржала, над нами сняла для своего инстаграма о том, как мы здесь с Дашей хрумкаем. Ты завтракаешь по утрам, а выглядишь просто замечательно. Спасибо большое. Ну, вообще это полезно, но не всегда удается. А еще мне понравился такой стиль питания, когда ты делаешь интервал, это в 14 часов, то есть, если вечером согрешил, то утром лучше не завтракать. Мне подходит, не утром помогло. Интервальное, да, это у тебя помогло? Ну, это не значит, что это всегда, то есть, лучше, конечно, по утрам завтракать, там, за ЗОЖ и ПП, но если вечером будет какое-то мероприятие, то интервальное питание спасает. Ну, так вот, да? ПП, питайся пельменями. Ой, мне нравится такой вариант. ПП, питайся пельменями, я запомнил. Да, и это тоже было, но мне там так преподаватели понравились. Как успехи? У нас есть хорошая новость. У нас открылся новый филиал. Вау. Третий, да, у нас идет большой рост, развитие. Уже третий? Да, третий филиал в моей школе. Я только про один знаю. Я тоже. Так, давай второй рассказывай, где. Так, ну, первые два филиала мы открывали своими силами. Это в районе Толгуль, Волматы, и в районе Самал. А вот третий филиал, это наша была глупая мечта, открыть третий филиал в Золотом квадрате. И в этом году это стало возможно благодаря государственной поддержке. Компания Алматы Финанс, они выдали нам кредит под 6%. И вот только после этого стало возможным открытие третьего филиала, за что им огромное спасибо. То есть вот мы сегодня являемся примером того, как, скажем так... Что-то работает, да? ...творческих людей, которые связывают свое творчество с предпринимательской деятельностью, реально поддерживают государство. И большая гордость, что мы прошли все необходимые проверки, и конкурсы, и тендеры, и оказались этого достойными. Получается, что теперь в вашей школе можно обучаться совершенно бесплатно. Да, это немножко другая история. Так, расскажи. Да. Тут уже, я думаю, что это хорошая новость для всех казахстанцев, потому что сейчас действует программа EDUKZ. Ну, правильно, вот мне бы хотелось, чтобы сейчас все телезрители Танго Студио и телеканал Алматы ТВ прям взяли ручку и записали. Потому что как, общаясь с людьми, я узнаю, что не все пока еще об этом знают. У нас в стране появилась возможность зайти на сайт art.sport.edu.kz. Вы тоже себе запишите. Art. Art. Sport. Edu.kz. Да. И есть возможность зарегистрировать себя и своих детей, и ваши дети будут заниматься абсолютно бесплатно. Не только музыкой, то есть спорт, точной науки, кружки, различные танцы, ну, и шахматы. И вот у нас сын занимается хоккеем вот у меня. И тоже пришло сообщение, что можем вот так вот его, я уже его оформила. То есть тоже будет бесплатное обучение. Здорово. Я правда не знала. Да, и вот то будущее, которым мечтали, наступило. Наступило, действительно, это правда. И вот сегодня можно открыть art.sport.edu.kz. И всем известен бренд моей школы, это школа вокала и музыки Дианы Шараповой. Но как работает этот сайт? Нужно знать юридическое название компании. То есть это ИП Миронов Р, это фамилия моего спруга, либо ТО Пентатоник. И выбрать именно вот эти юридические компании. Затем открываются предметы моей школы. Вот. Мы расширили. То есть теперь это не только музыка, это актерское мастерство, это шахматы, робототехника, математика. И это мы будем расширять список предметов. Это все в вашей школе? Да. Робототехника? Сейчас мы расширяем и бренд тоже. То есть новый бренд, который привязан, скажем так. То есть школа вокала и музыки. И мы расширились Iconic Creative School. Мы как бы сделали такой новый шаг. И теперь, конечно, у меня прибавилось работы, потому что... Ты успеваешь по всем теперь трем-то своим филиалам ездить? Телевизор теперь там, здесь два часа, здесь два часа. Я теперь как труфальдина из Бергамо. Нет, серьезно. Фигура там, фигура тут. Носишься туда-сюда, успеваешь приехать, да? Да, ну это тайм-менеджмент. То есть есть расписание, когда я появляюсь в филиалах школы. Но по-прежнему, если вдруг возникает какой-то вопрос... Ну, математику вряд ли я проведу, это не мое. Ну, шаг, вот у меня обыгрывает. Первый раз сын обыграл в пять лет. Я не знала, мне радоваться или плакать. Ох! Вот. Поэтому вряд ли я смогу заменить преподавателя. Но часто бывает такое, что если возникает необходимость, ну, заболел человек, да, вот, ну, не приехал, то я могу выйти и провести любой музыкальный предмет, ну, которым владею, самостоятельно. За преподавателя такое нередко случается. А как проходит вообще отбор детишек в школу? Всех берешь. Или же все равно есть такое, что ты иди лучше танцуй. Мне так обсудится, говорили. Отбор, все-таки я считаю, что отбор деток, это, скажем так, от, наверное, периода советского образования, когда действительно существовала система отбора. Ну, это я считаю, что сегодня, конечно же, скорее всего, на основе Евгеники в балетную школу действительно необходимо производить отбор, потому что, как бы, если ноги не подходят, то при всем желании ничего не выйдет. Ну, или в группу здоровья, да, как у спортсменов тоже говорят. Поэтому в моей школе не существует система отбора. Будет в дальнейшем только система, скажем так, разделения на детей, которые быстрее схватывают, то есть более одаренные, да, скажем прямо, и деток, которые, скажем так, менее одаренные, но при этом у них есть огромное желание. Кстати, очень часто те, у кого, вот именно в музыке это возможно, те, у кого желание огромное, и они очень горят, но, допустим, чуть менее одарены, очень часто они обходят тех, кто очень талантлив, но не замотивирован. Поэтому мы принимаем всех детей без исключения, вот, а дальше уже все зависит от того, какую мотивацию мы в тандеме с родителями, то есть преподаватели и родители здесь должны работать вместе. То есть не так, что вот мы вам там ребенка сдали, вы там как-нибудь сами вы чему-нибудь научите. И ребенку нужно создавать среду. И здесь, конечно, на родителях лежит большая ответственность, вот, вовремя приводить, смотреть вместе концерты, если будет какое-то мероприятие в школе, не закинуть его вот и там, а прийти и посопереживать, поаплодировать. Слушай, Денечка, я так понимаю, что ты со временем скоро будешь как профессиональный праздник, и День учителя празднует уже, а? Почему скоро? Это изначально моя профессия. Я думаю, что каждый артист и музыкант, который получил образование, у которого есть диплом, у него первым пунктом идет преподаватель по своей профессии. Вон оно что, я думал, просто артист эстрады, там, большими буквами написаны, нет, да? Как это просто артист эстрады, это не просто, всем нашим коллегам большой привет. Ну да, это точно. Особенно мы пережили пандемию и остались артистами эстрады. Кстати, как пережилось вот это вот все? Ну, мы занимались развитием новых проектов. Я думаю, что именно, скажем так, пандемия, период карантина дал нам время развить школу вокала и превратить ее из бренда школы вокала музыки Дианы Шараповой в Iconic Creative School. Я надеюсь, что, ну, действительно, как Iconic переводится как культовый. Мы, конечно, замокнулись, но я надеюсь, что мы будем соответствовать той планке, которая несет посыл в этом названии. Вот, Диан, вот когда твой супруг Роман приходил сюда к нам в студию, он сказал, что вот независимость Республики Казахстан очень повлияла на его становление. Вот, теперь интересно, вот так как у нас вот эта дата такая знаменательная, 30-летие в этом году, скажи, как независимость повлияла, что это для тебя, наверное, вот так вот? Республика Казахстан приобрела независимость 30 лет назад. В этой стране родились мои дети, мои сын и дочь. И мы вот все это время, с того момента, как я переехала в Казахстан и начала здесь свой творческий путь, все это время мы живем и растим детей в стране, где не было войн, не было восстаний между усобиц. И наши дети, и мы сегодня живем в стране действительно под мирным небом, мирное небо над головой. Я считаю, что это главное достижение и ценность Республики Казахстан, главное достижение нашей страны. И я бы хотела пожелать всем телезрителям, Танго-студио и телеканалам ОМОД ТВ благополучия, процветания, здоровья. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами вот в круговерте забот и хлопот не забывали о том, что у нас есть возможность, вот в отличие, я думаю, что многие еще помнят, в отличие от того, как строился быт наших дедушек и бабушек, и наших родителей в послевоенные годы. У нас есть возможность строить свой быт по-другому, жить в более комфортное время, а, слава богу, наши дети вообще не понимают, что это такое. И пусть так и будет. Пусть так и будет. Ой, хорошо сказал, здорово. Диан, вот ты сегодня исполняешь песню у нас. Да, спасибо, так здорово, что в вашей студии стало возможно не просто прийти повлетать о творчестве, но и выйти и спеть, это круто. Расскажи более подробно про песню. Коя песня, кто, да. Ну, представляете, когда ты произносишь фамилию Миклошачьи, понимаешь, что он написал песню, которую я буду исполнять. Я считаю, что возможность прикоснуться к легенде, вот таким образом, что мне доверили авторы возможности исполнить эту песню, это, конечно, гордость и счастье. Вот, а также я хотела выразить огромную благодарность моему другу Кайсару, потому что изначально эту песню «Не забывай», которую я сегодня исполню, у меня появилась возможность исполнить эту песню, потому что Кайсар предложил вас по песню, вот автором, который является мой отец, он написал текст «Алгат Сарабаев». Вот, и мне доверили подарить этой песне «Новое дыхание», мой авторский такой взгляд. И вообще, я считаю, что... Диана, мы не успеем иначе ее послушать, потому что нам нужно превратиться на короткую рекламу, чтобы ты успел убежать, короче, наше состояние. В общем, я мастер ремиксов, и вы услышите. Друзья, короткая реклама и после этого песни от Дианы Шараповой. Осень пришла, и вдохнула в нас Холод ветра и ночи печаль. Осень пришла, опустив на нас Отчужденья густую булаль. Но не грущу я, только прошу я Не забывай, не забывай Пусть ухожу я, только прошу я Не забывай, не забывай Капли дождя На твоем лице Стали горькой, холодной водой Осень несет Мне пожелтевший лист И письмо О разлуке с тобой Но не грущу я, только прошу я Не забывай Не забывай Пусть ухожу я, только прошу я Не забывай Не забывай Не забывай Пусть ухожу я, только прошу я Не забывай, не забывай Пусть ухожу я, только прошу я Не забывай, не забывай Не забывай Классная песня Вау, да какой голос Ты про песню, я про голос Постоянно вот какая-то Целуется, но я скажу так А я скажу так Мне очень-очень понравилась Молодчинка Действительно зарядила нас всех Самая полочная энергия Ну а мы, друзья мои, на этом прощаемся До завтра Пока-пока Хорошего дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова